все кто тренировались все все готовы джеки и жима лединов не тренировались музыки там чувствовал небольшое напряжение под колено сухожилие ну что завтра уже должно быть все нормально мальдинов приехал болевыми ощущениями в окра ножной так что решили пока все обследование проведем не не рисковать естественно вот завтра тоже посмотрим когда результаты будут у нас будет понятно 8 человек на желтый карточек четыре человека из 8 по моему так сразу на скидку м4 как раз четыре полузащитника опорных на желтых карточках кому-то все равно по-любому придется играть как минимум двум я так думаю что придется играть с учетом желтых карточек мы будем надеяться проводить беседу поаккуратней хотя понятно что игра официально и нужно выигрывать и аккуратно иногда не получается или даже когда играешь аккуратно можно все равно кого-то задеть и получить все равно желтых что риск и определенно естественно есть ну что делать такая такая ситуация посмотрим еще посмотрим опять же как состояние есть если будет возможность такая может быть если нет начнет что вас радует начале этого сбора что тревожит перед этим двумя ночами ну тревожит все естественно абсолютно все тревожит перед игрой по-другому быть не может наверное радует радует прежде всего ребят с каким желанием желанием с отношением приехали те кто приехал и кто здоров это радует теперь вы говорили то что игроки находятся в лучшей форме чем в сентябре вы довольны тем как они подошли к делу что скажете по ноябрю вот потому что вы увидели за эти два дня ну трус то что пришли в таком же как минимум как минимум в таком же состоянии хорошим что касается по отношению к себе там и веса и всего остального все то же самое даже даже лучше с точки зрения физически так скажем состояние по одной тренировке по сегодняшним трудно понятно судить опять же получим что пока не получили что завтра будет все у нас проведенные тесты и анализы тогда возможно будет какая-то ясность ну вроде бы все в неплохом как минимум состоянии я решил по захаряну была ли вероятность насколько серьезно травма у него была ли вера была ли вероятность того что пойдет на риски все-таки он может сыграть с хорватами насколько важно для вас сейчас все все всякого мы вызывали данным будет банально прозвучит на все все важны понятно нет так нет то есть как бы тот же кузяев тоже надеялись надеем надеялись наверное может сказать что мы уже не надеемся к сожалению и на кузяева тоже давность от футбола то есть в октябре по-моему так на вскидку даже хуже было чем сейчас так что у всех и наверное у всех команд есть травма у всех есть проблемы так будем играть теми теми кто есть вы сказали что в бой идут одни старики есть ошибаюсь цитата с последней пресс-конференции если бы не это если бы не последние матчи получили бы вызов зиньковский ежов которые очень ярко себя проявили в составе крылья в чемпионате если бы не что возможно получили бы сейчас неплохо выглядят неделю назад было день рождения у глебова вас там засняли все это много обсуждали и с учетом к вида локдауна вы до этого говорили про то что надо как бы прививаться и чтобы никого риск не ставить вот вам не кажется то что вот своим походом бы например риск некоторые увеличили того чтобы какого для себя для футболиста давайте так демагогии не надо заниматься то есть 29 числа с этими же самым ребятами футболистами этой той же самой компании собираешься все нормально риска никакого не два 30 появился риск тем более привиты так что я считаю что демагогия чистой воды вопрос вы как смотрите на то чтобы ввести обязательную вакцинацию в сборной и как футболисты к этому относятся ну по-разному футболисты знаем по разному относятся кто-то и при ну кто-то привитый кто-то нет кто-то не хочет кто-то боится кто-то что-то еще ну то есть мы также как и принципе население наверное нашей страны кто-то за кто-то против кто-то не хочет кто-то что-то еще я за то чтобы прививаться лично и отличным лично мое мнение заставить не заставлять можно кого-то или нет тоже не мой вопрос какой процент сейчас сборной привитых процентов 70 на привита то что то что я знаю сейчас кому-то кому-то надо прививаться еще раз там в декабре будут прививаться еще раз например отказываются категорически их какая антипрививочники наверное не знаю в октябре на двоих есть не ошибаюсь забили два гола если проблема в атаке на ваш взгляд проблемы найти так проблемы есть везде начиная вратарской позиции заканчивая на нападение то вернее как даже проблема хотелось бы лучше чтобы нападающий много забивали чтобы защитники много отдавали вратари все ловили так момент такие есть мне не считаешь и огромная проблема то есть в той же словении да мы забили два центральных защитников после стандарта руки никто не сводни после той игры никто не вспомнил про проблему в атаке например выкинуть из головы хорватии сосредоточиться только на кипре эта проблема или нет в первую очередь в головах футболистов ну об этом естественно уже говорили с первого дня с вчерашнего дня уже оба про это говорили там сегодня опять про это говорили еще наверно будем говорить опасения естественно определенное есть примеров миллион не знаю самых свежих наверное ну штуром примерно такая проблема была там у зенита с урал ну например это недооценка наверное где-то может быть думали про что-то другое еще про ивентус или про что-то еще ну это все мы через это прошли и со мной такие вещи происходили как с игроками и как с тренером тоже были такие моменты так что где нужно не застраховывал никто на то что этим надо бороться пытаться вернее избежать таких допускать такие ошибки но доборемся надеюсь победим такой неочевидный выбор с хакина вот вы следите за кем-то из полевых игроков кто выступает может быть не в топ чемпионатах но показывать себя вот прямо сейчас в октябре нет не следили в сентябре в сентябре следили в октябре ставку уже как говорил свою ставку все равно было уже понимал голове что ставку все равно будем делать на людей плюс-минус проверенных и захарян уже вами проверены в связи с этим считаете ли их отсутствие потерей или очень-то с учетом того что не только-только в сборной в общем-то пока такой трагедии нет в этом вот так трагедию не делали мы не в октябре трагедию помню делали всю про самошникова и захарян там правде в глаза смотреть на на кузяев большая потеря более опытный игрок более значимый наверно так что ну опять же про это вы не говорите я про это тоже не говорю но и так ну хорошей форме вам скажу после игры если он будет играть с кипром после игры скажу какой форме находится то что физически себя чувствует хорошо и тогда понятно психологически опять же с ним разговаривал определенная проблема не проблема опять же есть нюансы да понятно что хочет играть да наверное не совсем доволен собой или клубом или еще кем-то несуть попытались попытались сделать так чтобы попросили там пытались не знаю что все свои клубные дела все оставили за пределами сборной после сборной уже будут разбираться каждый у всех ну всех многих клубов кому-то хочется большего кому-то хочется меньшего тоже зенита ребята приехали тоже наверно не в лучшем психологическом состоянии после урала что делать надо все эти дела оставить за пределами впечатление сергеев производит но вот он по первым тренировку хороший парень во первых и по первым тренировку у нас одна тренировка была вот сегодняшняя присматривается пока естественно новичок сборной до присматривается посмотрим проблема только в области психологии есть то есть каком-то игровом плане проблем а из-за отсутствия игровой практики быть не должно я думаю что нет я не сказал что он даже не рассматривает вариант с возвращением в россию вам эта позиция приятно сборной какое отношение имеет к матчам кипра кипра к матчам кипра и хорватии кого отношениями здесь только что вам говорю что я сказал всем что все забыли свои свои дела вне сборной что дальше будет мир ручоком посмотрим я здесь точно решение принимать нибудь не смогу потому что те кто играет в европе они в лучшей готовности тоже зачем про это мне сейчас говорить я не хочу про это сейчас говорит эти говорить про кипр или про хорвать как круговой себя чувствуете про кипр как круговой себя чувствует еще один новичок все хорошо дома в питере чувствую себя великолепно вы по поводу вот этого истории что вы зовете опытных футболистов но вот тем самым когда вы это озвучили будет старики вы немного дошли от своего принципа который был раньше играет лучшие те кто на сегодня в лучшем состоянии на мой взгляд есть вопрос по зобнину опыт это что он старик это перевесила да и он последний последним именно конкретно последний матч тот момент когда мы делали давали вернее список окончательный список и он в него попал да возможно что чтобы смотрим тоже понимаешь не в лучшем наверное саму совсем не самом своем лучшем состоянии да вот но последний матч тем же локомотивом уже провел что я считаю на своем уровне или близком к своему хорошему уровню так что я думаю что он по любому помощник логика не вызвала скопинцева в том и вызвала кругового напротив в том что динамо играет в три центральных а сборная играет в 2 и скопинцеву не очень комфортно в такой системе вы его не видите динамо играть в 3 ну по скопинцеву по скопинцеву ну во-первых во-первых понятно что те самые главные круговой здесь рядом в питере был уже тарас во вторых скопинцева я знаю хорошо на лучше лучше всех на поэтому я я вернусь поэтому и не вызву нам играть два центральных но есть мнение что скопинцева удобнее играть в три центральных сто процентов сто процентов сто процентов быть если сами знаете все ответы достаточно яркое интервью он сказал о том что российские хорватские легионеры это небо и земля россиянам не хватает профессионализма вот вы долго играли за границей как оцените это высказывали как оценил как соглашусь горзо черлука себя ведет перед этим матчем на нет чем начал еще до кустов мы наши легионеры настолько слабее чем те которые есть ухаровать так вот наш религионеру сборной сколько лениров кудряшов и назовите легионеров фамилии назовите легионеров и в каких клубах где они играют и сколько играет ну и чё чё говорить нет у нас лучше все почему иди играют в таких-то клубах играет по столько-то времени наши к сожалению там для нас не так ярко так скажем сказал правду да что здесь такое дополню коллегу вот но сейчас ему в ближайших месяцах необходимо решать что делать дальше в таких ситуациях с вами футболисты наверняка советуется что вы обычно говорите давайте после хорватии промерчуга дать после хорватии советуется или не советую о чем мы с ним уже поговорили о чем еще поговорим дать после хорватии сейчас ему сказано чтобы он не думал про это и он сказал сюда сейчас прям сегодня все равно ничего не решу надо думать про сборную вопрос в каком он состоянии и вот эта история когда он достаточно часто травмируется что сейчас как со здоровьем сейчас со здоровьем нет никаких вообще абсолютно опять же мы не знаем ни про какие проблемы получили информацию из монако сюда проблем уже с травм с травмами или с травмой никаких нет то что он уже готов играть на как минимум 60 минут они тоже так считаете люди которые тренируют каждый день его вот так что будем использовать как как это возможно данный момент матч скипа будете разбирать но тот который сыграли 1 уже 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 разобрали естественно с хорватии первом матче играли сложный девяткой без центрального нападающего стоит ли следующий матч против сборной хорватии ждать чего подобного увидите тема традиционная когда мы встречаемся с не очень сильно мягко говоря соперником я не буду называть его карликом но время от времени мы оступаемся вот сейчас что необходимо сделать чтобы выбросить из головы хорватию и думать только о кипре что его надо обограть у вас нет такое вот чуки что вот это может быть в головах игроков едини чую кид какой нет то что это возможно то что в головах все равно хочешь и хочешь то бы что не говорит чтобы я не говорил чтобы они сами счет не говорили то что это все равно может присутствовать дата в подсознании ну да может быть есть такой риск да есть поэтому надо с ним так этот риск минимизировать разговорами как еще можно минимизировать по голове бить как очистим матча не очень удачный с кипром но это но это все это все это все но я это называю разговорами вот и все но с видео это или без видео другой вопрос не буду все вам рассказывать политику на пресс-конференциях вы на прошлом всегда спокойно рассуждали на любые темы там от лимита до конкретных игроков сейчас важные игры определяющие нет сейчас определяющие тогда были не определяющие сейчас уже определяющие не было ли разговора с рфс по поводу контракта что делать дальше разговаривать тогда и будем разговаривать честно да честно да завтра может быть тогда я я прошу но не лучшая ситуация на мой взгляд то что вы его не вызвали это что его здесь нет хотя это тоже как и для кругового его город связано с тем что он тогда так ответил вы решили просто если не помогает то надо идти без него на день мы надеялись включили в расширен тогда только в расширенный список как вы знаете на тем матче слова кисловении был не готов тогда ну кей хотя мы тогда надеялись сейчас уже не надеялись не включили просто потому что знали ответ его что он опять не готов нужно или не надеяться в вашей группе тренеров которые сказали давайте подумаем позовем нет него единогласное решение